кто там всем привет дорогие мои друзья большой всем привет из мокрого мокрая наша калужской области что у нас у нас такая вот погода да где ж ты там орешь пасмурно с утра вроде солнышко так показалось и все затянуло 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 у нас сегодня среда вот как-то пошли у меня вот так на один день вперед ладно сделаю себе может два выходных в субботу а вон она чё за птица это не сорока не знаю полетела его сорока орет ветра нет тихо сколько градусов 10 вот так вот прохладно ну не холодно я в футболке вышла тут немножко убралась подняла на террасе нормально погодка погодка нормально день сегодня не напряжный особо мы ничего не делаем я сейчас для лёшика поставила кашку молочную варится там кашка и хочу испечь ему красочки так что сегодня мы с вами на кухне потому что такая вот погода такую погоду и делать особо ничего не хочется пасмурную вот-вот ливанет хотя на сегодня дождя не обещали обещали потом передумали может зря передумали ну посмотрим так вот ну что пойдем пойдем творить до лёшик за компьютером собачки вышли погулять вот креном не слышно в общем самый обычный день деревенский наш деревенский день вот я еще не успела уйти лиску позвала а уже подул ветерок и начал моросить дождик вот так и заморосил пойдем домой чуб уж лазить под дождем пойдем давайте давайте варюша и ты пойдешь заходите залетайте давайте банда стирка сохнет тут лёшик вешал варя пойдем варя 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 лазит лазит мышек пока не слышно тут вот фу варя там ничего вкусного нету варя пойдем варя от варвара ну вот жди теперь ее пока она там все проверит так что у меня у меня здесь размораживается тесто тесто слоеное варится кашка шонная кашка духовку включила ее прогревает и продувает надо конвекцию включить вот вот это вот запах потому что остался еще запах внутри пошла надо было сразу на конвекцию включить вот в общем тут у меня все готово это бумага пекарская у меня еще нормальная пускай лежит это мы с вами пекли пирог галет помните последний раз галета была у нас когда юрик был она еще послужит в этот раз вот и вот что нам понадобится смотрите слоеное тесто без дрожжевое в принципе можно и дрожжевое это вот на ваше усмотрение как вы захотите растопленное сливочное масло у меня топленое и сахар вот и сейчас побыстричку сотворим с вами вкусняшку вот пока это продувается пускай а я вам еще я же забыла я обещала девочкам показать там шальку шальку новую которую я связала сейчас покажу вот такая вот видите она такая легкая мне понравилось очень понравилось и такая вот не знаю видно вам нет с блестками с люрексом блестит не блестит я не знаю я не вижу то так то мне блестит вот тут обвязала соломоновыми петлями такими вот в общем вот такая вот что девчуля так и еще вот сейчас покажу начала вязать такие же нитки только розовые вот так вот такая вот будет тоже вот с люрексом такая цвет типа такой на пыльные пыльные розы что-то нравится мне такой цвет много я связала розовых шалей уже сбилась со счета сколько сначала считала фотографировала а потом перестал так там вяжется быстро это вообще быстро связалась это тоже так вот быстрого стенка вяжется в общем вот так и еще одна у меня сейчас покажу я не знаю показывала нет готовая вот это вот я ее обвязала я вам показывала ее но она у меня была это без кистей потому что у меня не хватило не так на кисти просто вот так вот сеточка обвязала она разгладиться потом но цвет не передает такой сиреневатый цвет розово-сиреневый вот такой узорчик как бы объемный как бы вам цвет показать нифига он серый какой-то показывается на самом деле он там в тенечке видно он сиреневая на видите такая есть вот такая вот еще я ее вязала как бы для себя не хватило у меня на кисти я подкупила надо привязать кисти есть там у меня лежит и вот она лежит у меня уже два года никак дело не дойдет до кистей знаете вот так когда не доделаешь работу потом уже очень тяжело возвращаться к ней такой коралловый цвет типа такими вот коронками сейчас тоже вот так вот прикрою не все равно немножко приближенно к тому вот так вот где-то вот вот такой вот цвет вот так там вот я не знаю что скажешь надо подумать так я подумаю носки носки а не двое носок и это ручку я придумаю можно как думать вот так или вот так вот я тут где-то вот так вот так ну ладно чтобы такое придумать девчонки посоветуйте было начало совету не знаю что мне надо меня все есть не не все конечно есть я это хочу это хочу и вот то и вот это и и пятое и десятое я еще хочу до сих пор да но списка желаний у меня нет чего бы такого захотеть ладно ладно я подумаю все шумелка отключилась погнали да похвастайтесь девочки что вам мужья дарили на день рождения похвастайтесь интересно мне я когда-то смотрел фильм называется игра по моему старый старый фильм там вот отец сыну подарил игру иглу игру 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 ну то есть все в натуре как вот это и тонутую там и пипец такой фильм класс а то казалось что это игра а ну то есть приключения такие вот да да там он женщину спасал она тонула там ой классно то ли там дуглас играл мне такой экстрим не нужен нет ну это не для нас ты чего там столько было задействовано игроков ну да вот надо посмотреть это игра для миллионеров да да то ли майкл дуглас играл там не поздно но фильм клёвый есть переживался там есть потом оказалось что это не нравится говорят что слоемое тесто надо раскатывать в одном направлении ну я немножко раскатываю и в другом направлении так слегка потому что в одном направлении как-то не серьезно так берем ну или обычный нож и этот вот нож для птицы и нарезаем такими треугольничками один больше один меньше как получится ладно вот так вот разное получилось ну пускай где он у меня тут мне девчонки посоветовали поставить вот этот наборчик помните вот это вот 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 сюда с этой стороны плиты точно вот спасибо вам девочки прям идея вот то что надо и там у меня сейчас покажу вот видите там и шланги он немножко вот так вот прикрывает вот эти вот чуть-чуть сюда вот так вот и никому не мешает и удобно всегда под рукой вот берем масло и мажем наши вот эти вот смазываем маслицом вот так добренько смазываем маслицем ну а там как хотите хотите добренько хотите как получится и и посыпаем сахарком все и закручиваем закручиваем не плотно а так чтобы было место тесту куда расти вот так вот не плотненько все и укладываем на противень с этим справится любая хозяйка вот так все просто один больше один меньше кто-то захочет побольше кто-то захочет поменьше кто-то два маленьких кто-то три больших захочет вот я купила там две пачки вот сейчас эти две пачки и использую видите как все просто вообще проще не бывает да я понимаю домашнее тесто сейчас напишут найдутся те кто напишет домашнее тесто а я вот делаю сама а я а я не делаю сама я пошла вон купила и без заморочек вот так вот и вперед все точно так же повторяется у меня четыре раза повторится потому что у меня четыре листа две упаковки по два листа и дешево и сердито вот так и лёшек любит такие штучки люблю ты помнишь лёшек я их очень часто раньше в москве готовила очень часто и лёшек их прям каждый раз поедал с удовольствием а в этот раз я давным давно уже готовила да 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 так что так вот девочки а то что тесто боже мой сейчас что не возьмите в магазине любой продукт возьмите с полки он отравлен там полным полно он напичкан всякими там химикатами ядохимикатами всякими консервантами вот что это за молоко что это за сливки что она хранится по полгода да что это такое его даже пить страшно точно так все попробуйте найти в магазине на полке какой-нибудь чистый продукт не найдете нет таких сейчас потому что чего туда только не мешает чтобы вышло подешевле а продать можно было подороже а то там пишут да вот что вы отраву покупаете в светофоре там в победе это отрава а в пятерке магните даже во вкусе вилл возьмите та самая отрава только дороже да они вам может не напишут там что есть эта отрава но она там есть поверьте мне да вы и сами знаете сейчас даже верить тому что написано нельзя нельзя тесто может быть самое безобидное даже возьмите хлеб даже вот мука хлеб там обязательно какие-то добавки даже в соли добавки умудряются даже в соль добавить это капец а мы это все едим а потом удивляемся почему у нас откуда все это берется давление вот это вот эти всякие там гастриты мастриты вот вот откуда так что-то я тут ну хватит ладно тут что-то заговорилась так погнали да так ой что-то большой получился ну ладно будь здоровой любимый так ладно а что же мы тут сделаем как у меня тут остается такая фигня тут continuity along по а и а и а а и и Вот, ребята, такие вот круассанчики, это уже вторые, первые я достала, вот сложила, уже один даже попробовала. Стояли полчаса, 180 градусов, полчаса. Я вам сразу не сказала, потому что я сама забыла, не помню уже. У меня этого рецепта нет, он не записан, он у меня в голове. Вот, в общем, сейчас чуть подостынет, мы его сюда переложим и посыпем пудрочкой. О, солнышко. Солнышко. Ух ты, вот погода, да? То солнышко, то дурик. Осень, осень. Так, ну что, погнали. Сейчас выложим вот так вот сюда. Выбирайся. Ой, сейчас. Ой. О. Вот. Вот такие вот круассаны. Сейчас будем пробовать. Блин, только с ней будут сыпаться. Я вот ушел так. Знаете, чем пахнут этим сливочный такой вкус маслицем. Ты. Вау. Я вот укут. Я вот укажу вам. Смотрите продолжение в следующей серии. В общем, девочки, смотрите по своей духовке, как хорошо вот так подмянились из духовки. Ладно, без хлопот, дешево. А я поставила у меня здесь тушится капусты. Мне бы захотелось тушеной капусты. О, все. Тушится в этой деревенской сковородке. У меня было два качанчика капусты. Вот этого, знаете, который вырос на грядке, выросли. О, они у меня лежали-лежали в козьей тарелочке. И вот я их решила пожарить. Потому что смотрю, что высохнут нафиг, и я их выброшу. Не, на помойку не выброшу, выброшу курочкам, конечно. Ну, захотелось тушеной капусты. В общем, все, девочки. Вот так вот. Второе видео сниму, наверное, завтра. Будет два видео за два дня. Все. До завтра.